Ну что, мои дорогие, скучали? Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Так, стоп, чё-то не так. Скоро лайки ставятся, да не скоро каналы вырастают. Но вот так всё же как-то лучше будет. А подводку к видосу ещё пока никто не отменял. Ура, я теперь не нужна! В смысле не нужна? А первая мая? Шашлык свой опять затеяли. Как бы не так. 1 мая онлайн-проект Амазинг Ролеплей расширяет границы своей криминальной России и открывает свой новый, пятый по счёту сервер под названием Амазинг Сильвер. Голосовой чат, комьюнити игроков из разных стран СНГ, массовые обновления и ещё больше онлайн-движухи теперь аж на пяти серверах сразу. Это огромная территория виртуальной России, где есть деревни, города, автомобили, от ВАЗа до БМВ и Гелика, армия, полиция, ФСБ, МЧС, банды, мафии и многое другое. Устанавливай игру по ссылке в описании и не забудь при регистрации указать промокод для того, чтобы получить бонус. Особенно бонус пригодится 1 мая на открытии нового сервера. Мне ли не знать с моим 7-летним стажем игры в Ла-2? А теперь-то я пойду? Ну, считай, что отменил. А вот бесплатные советы от первого канала отменить невозможно, ведь кто, если не мы, посмотрим на них своими глазами? Каждый из нас любит природу. Тут и свежий воздух, и водичка, и мясо на углях, а может, на углях даже еще и сыр. Но если вы, конечно, купили чудо-коврик от Леомакс. А как мы узнали еще из прошлого видоса, можно и ритуал забабахать. Вызываю рыболовного духа всея пруда, явись ко мне, глядный! Короче говоря, одним словом, отдых. Но иногда все бывает не так гладко, как хотелось бы. Вы отдыхаете на природе, решили ловить немного рыбы к обеду, а удочки с собой нет. Действительно, а почему бы не решить наловить рыбы тем, чего нет? Вы же все тоже любите принимать такие решения, правда? А почему бы не заварить чай, когда у тебя нет чая? Пойти в магазин без денег, решить забить гвоздь без гвоздя. Это же обычное дело. Ничего страшного, обойдемся без нее. Вот это правильно. Ведь как можно чего-то бояться, если у нас есть куча бесплатных советов от первого канала? Золотой запас России, мы делаем будущее. Изготовим самодельную ловушку на хищника. Че, прям вот так вот на хищника, что ли? Сильно звучит, и не поспоришь. Ну че я опять сделал-то вам? Иди в шашлыки, свои жальте. Но если абстрагироваться от странной подводки первого канала, решили ловить без удочки, знания о том, как поймать рыбу без удочки, в принципе, лишним не будет. Мало ли, вдруг в лесу заблужусь, а там телефона нет. Нам понадобится пустая емкость, объемом полтора литра. Извините, вы, наверное, хотели сказать бутылка? Ладно, ладно, бутылкой сейчас уж никого не удивишь. Особенно где-нибудь на природе, возле открытых водоемов и шумных компаний. Ну сложно же собрать за собой мусор или хотя бы его не кидать, правда? Неправда. Золотой запас России, мы делаем будущее. Ну хотя бы найти эту самую бутылку нам не составит труда. И на том спасибо. Хотя если бы я ее не поднял, никто бы не поднял. Хотя если вдруг кому-то захотелось сделать себе сланцы, если вы понимаете о чем я. Сланцы для дачи! Закручиваем крышку, натягиваем на середину бутылки канцелярские резинки, привязываем леску к горлышку бутылки. Че, леска? А вы разве дома удочку не забыли? Откуда леска-то? К другому концу лески я прикрепил скользящее грузило и поводок с тройником. Тройной крючок и грузило? Вы издеваетесь? Так вы отдыхать приехали или рыбу ловить? Или я настолько отстал от жизни, что любой уважающий себя человек, который едет отдыхать на природу, считает своим долгом взять, кроме удочки, все рыболовные снасти на случай, если вдруг захочет половить рыбу на обед? Че? Ну что ж, вполне логично и не вызывает абсолютно никаких вопросов. Впрочем, как и всегда, с вас 200 рублей. Ой, а я деньги, дом, забыл, у меня только на карте. А карта с собой? Конечно. Насаживаем на крючок живца. Ну понятно, удочку мы забыли, а живца таки поймали. Только вот вопрос чем? Трусай в лови его, Петрович, нам обедать нечем. Хотя, че это я? У них же с собой крючок, леска и грузило. Ведь каждый с собой на отдых возит рыболовные принадлежности, правда? Эх, красота, в Турцию полечу, рыбы там наловлю. Дальше все просто. А, дальше все просто, а я-то думаю, куда проще. Дальше что, достанем из воды рыбу жареную? Оставляем бутылку в воде. Когда рыба клюнет, она потянет за лесу и бутылка перевернется. Нам останется только подсечь хищника. Забытой удочкой, напомню, которую мы так и не сделали. Но успешно ее забыли. И забрать улов. Просто идеально. Забываешь дома удочку, достаешь невесть, откуда взявшуюся леску, грузило и крючок. Сооружаешь поплавок из бутылки, привязываешь на палку. И вуаля, удочка готова. Вы отдыхаете на природе, решили ловить немного рыбы к обеду. А удочки с собой нет. Ничего страшного, просто закажите доставку. Алло, можно пиццу нам? Мы с Петровичем тут в кумышах за деревом сидим. Ну а что? Совет есть? Есть. Зрители есть? Есть. Ну а ситуацию под себя мы подгоним. Че, мы не первый канал, что ли? Это точно. Вы сидите дома, все дела уже переделали. Чем еще заняться? Действительно, ведь дома кроме дел-то больше и нет ничего. Смотреть фильмы, слушать музыку, читать книги, играть в игры, писать стихи, петь песни, рисовать, общаться. Не-не-не, ничего нет. Дела ван лав. Правильно. Многие женщины взялись за шитье. И видимо не потому, что хотят, а потому что женщины. Обожаю стереотипы. Хочу с вами поделиться полезным советом. Как шить или подгонять людей под стереотипы? Даже не знаю, что нужнее. Как продеть нитку в малюсенькое игольное ушко. А, ну тогда чего? Как продеть нитку в иголку? Я даже не знаю, что сказать-то. Ставь лайк, если до сих пор не понял, как продеть нитку в игольное ушко. Давайте обучаться вместе. Школа обучения с Джеймсом. А можете еще нам рассказать, как выдавливать майонез из пачки? Или там, как завязать шнурки на кроссовках? Что-то мне подсказывает, что из этого всего получатся обалденные советы. Но во всяком случае, ничуть не хуже. Справиться с задачей поможет зубная щетка. Вот это поворот. То есть, мало того, они хотят нас научить продевать нитку в игольное ушко. А для тех, кто вдруг забыл, я напомню, что это процесс, при котором нитка должна просто войти в отверстие на иголке. Так еще и сделать это при помощи зубной щетки. А давайте. Кладем ее на стол, на щетину нитку. Сверху нитку накрываем иголкой. Вдавливаем ушко в щетину. Смотрите. Эм, удивительно. И как до сих пор никто не слышал о таком простом в диване нитке? Ну что ж, давайте попробуем. Ой, не лезет. Ой, снова не лезет. Да что ж такое, опять не лезет. Другой стороной. Сбоку. Ай, в жопу. Хм, странно. Может, нитка с иголкой плохие? А если традиционным методом? Ой, прям с первого раза. Удивительно. Наверное, это монтаж. И как бы это смешно не звучало, это реально монтаж. Ведущий кладет щетку с ниткой, вдавливая ушко в щетину и... Ой, а что это у нас тут такое? Упс, склеечка. Ведущий вдавливает ушко и мы видим склейку, после которой нитка уже чудесным образом в отверстие иголки. Как это сейчас у нас называется? Пи... А, это ж хитрость. Вот так быстро и легко можно вдеть нитку в иголку. Вот так быстро и легко можно обмануть своих телезрителей, выдав желаемое за действительное. Ставь лайк, если повелся. И пока в остальных лайфхаках ведущие подгоняют реальность под свои странные нужды в виде соломинки в бутылке или резинки на чашке чая, то здесь у нас откровенный обман в виде якобы действенного совета, который, откровенно говоря, не работает. Хотя он может и работает? Раза с пятисотого. На другой планете. В другом измерении. Но как ни крути, вдеть нитку традиционным методом в ушко намного проще, даже если у тебя плохое зрение. Готово. Можно шить. А чего мы там, собственно, шить-то собрались? Ради чего такие подвиги? Школьный рюкзак немного потерся или порвался? Не спешите его выбрасывать. О май гарабл, да это же что? Сейчас будет фэшн-стайл хендмейд. Данила, да это же грейтабл. Это просто ухахаха было. Превратим надоевшую сумку в яркий аксессуар в виде пингвина. Так она надоевшая или рваная? Нет, вы не подумайте, что я придираюсь. А я придираюсь. Но неужели кому-то надоедает ходить в рваном? Я всю жизнь так хожу. На листах фетра рисуем выкройки. Вырезаем детали. Пришиваем к рюкзаку. Вот и все. Что все? Мы превратили потертый рюкзак в новую яркую вещицу. Хотел бы я с таким портфелем в школу, прощай мое детство. Здравствуй, воображаемый друг Тиабалду. Поскольку смотрится это все, мягко говоря, странноватенько. Даже если не приглядываться. А если приглядываться, то вот от такой корявости аж в глазах темнеет. Тебя не спросили, тупой блогер. И почему, раз уж мы решили делать заплатку, нельзя было ее сделать в классическом стиле в цвет портфеля? Мы превратили потертый рюкзак в новую яркую вещицу. Как тот самый ланчбокс из пятилитровой бутылки. Отличное комбо. Аж в глазах потемнело. Лох, еду в бутылке носит и портфель терчачий. Окно сравнительно новое, а ручка болтается. Фух, отпустило. Че там у вас болтается? А ручка болтается. Удивительно. Может потому, что она разболталась? Такое бывает, если окно открывают и закрывают. И поскольку окно почти как новое, открывали и закрывали его, видимо, слоны. Потому что ручки на моих окнах аж за 10 лет ни разу не разболтались. Хотя стоп. А не подкрутили ли вы их для того, чтобы выдать желаемое за действительное? Подкрутили. Я покажу, как укрепить разболтавшуюся ручку. Даже ума не приложу. Чем ее можно закрепить? Может пластилином? Или скотчем? Или изолентой? А может ленты Суперфикс от Леомакс? Нет, не пробовали? Винты, расположенные под декоративной планкой, затягиваем отверткой. Воу! Теперь весь мир узнал о том, как закрепить ручку на пластиковом окне. И где-то теперь плачет один ремонтник. Но если серьезно, то подобные советы настолько очевидны, что это все равно, что рассказывать людям о том, как приклеить полуковрик или продевать нитку в иголку. А, ну да. Че это я? А давайте ведем рубрику, где вы будете учить нас делать селфи. Уж их-то точно никто не умеет делать. Вообще-то это планы на следующий выпуск. А, да. Сотрешь им память тогда? В последний раз. Вы просыпали кофе или крупу? Лично я у себя ничего не просыпал, а вот вы просыпали кофе, это 100%. Че ж я не знаю, как кофе, что ли, выглядит? Я покажу, как быстро их собрать. Быстро соврать? Собрать. А, извините, а то сегодня просто прям выпуск какой-то правдеподобный. Специально для этого соорудим мини-пылесос. А вот это уже интересно, потому что последний мини-пылесос, с которым мы сталкивались, у нас был в телемагазине Лео Макс. И стоил он каких-то космических денег. Надеюсь, здесь-то у нас деньги не попросят. Все-таки бесплатные советы. Нам понадобится пустая пластиковая бутылка. Ну, кто бы сомневался. Хотя, стоп. Две бутылки в одном видосе? Мать честная. Досчитай, досчитай, досчитай. До двух. Я надеюсь, вселенная после такого не схлопнется? Хотя, че там вселенная? Главное, чтобы мой видос от ваших лайков не схлопнулся. Хотя, с такими одинаковыми комментами скоро схлопнется ютубовский автоматический спам-фильтр. Разрезаем ее пополам. Приматываем края марли к стенкам бутылки. Берем фен. Подносим к просыпанным продуктам. Господи Иисусе, это пылесос, который будет собирать по одному зернышку в течение одной минуты, вместо того, чтобы собрать все рассыпанное рукой за несколько секунд? Идеальное решение. А главное-то, как быстро. Давайте же скорее пойдемте его сделаем. А, блин, у меня бутылок нет. И марли, и фена. Всего за несколько секунд мы собрали все зерна со столешницы. Очень удобно. Действительно, а чё? Я езжу на машине с двумя проколотыми колесами. Очень удобно. Чем дороже доллар, тем больше денег в стране. Очень удобно. Очень удобно. Господи, да остановите уже кто-нибудь это безумие. К чему весь этот непонятный пафос со сбором рассыпавшейся крупы мини-пылесосом, изготовленным своими руками, если гораздо проще собрать крупу либо руками, либо обычным пылесосом, который соберет все гораздо быстрее и тщательнее, а судя по тому, что ведущая сама предупреждает о том, что устройство не подойдет для мелких сыпучих продуктов. Типа муки и крахмала. Оно перестает иметь вообще какой-либо смысл. И да, можно было бы использовать его в автомобиле, где узкие места, для чего, собственно, и изготавливаются такие мини-пылесосы. Но он работает от розетки в 220 вольт. И кроме забавной поделки, сделанной своими руками, больше из себя ничего не представляет. И то поделка так себе. Я эту поделку знаешь, куда засунуть могу, тупой блогер? Засуньте ее себе в мусорное ведро. А ты поддерживай всем лайком, пиши комментарии, если хочешь выиграть стикеры или просто поддержать мой канал, поспеши на открытие нового сервера Амазин Карпе 1 мая и подписывайся на канал, если еще не подписан, а с вами. Как всегда, был Джеймс Лоун. Увидимся! Ну, конечно же, я не забыл, камон. Вот так. Ты лишь мало для любви, ла-ла-ла.